Солнце Солнце Оранжевого цвета Беги под ногами Целая планета В голове любовь Золотистая Пудра Это все оно Хорошее утро А я первый Всем привет, друзья! Это хорошее утро, 10 ноября Доброе утро! Паша Моисенко, Лена Лефирова Это утро мы начинаем вместе с вами Да, вот в таких темно-синих тонах Друзья, замечательный праздничный день Очень много знаменательных событий Во-первых, день сотрудника Органа внутренних дел Российской Федерации День полиции Ура! Также международный день бухгалтерии сегодня День бухгалтеров Да, мы, конечно же, поздравляем всех бухгалтеров В том числе и бухгалтерию Нашего телеканала Мы говорим вам часто спасибо Ну, в конце месяца маленькое спасибо В середине месяца такое большое Спасибо вам Спасибо И сегодня тоже Всех бухгалтеров поздравляем И, конечно же, аплодируем Спасибо вам за ваш труд Также сегодня отмечается Всемирный день молодежи Молодежь Молодежь А молодежь, между прочим, это до 35 лет Да? То есть я молодежь, получается Да? Да еще пока Это хорошо, друзья Ну и Всемирный день науки За мир и развитие, друзья Мы за науку, за мир и развитие Всех с праздником Всех именинников поздравляем, друзья И начинаем нашу программу Продвигаемся Как в клипе Димы Биланов Где тебя искать? Ну, такое настроение Сегодня очень хорошее, друзья И, конечно же, готовы делиться с вами Радостными и занимательными событиями Которые во всем мире происходят Вот, например, очень радостно за японские рынки Они никогда не обеднеют А как там, ты просыпаешься, смотри А как там японские рынки? Как японский рынок? А он хорошо, он неплохо Потому что один вот товарищ купил мандарин Сейчас я вам скажу, на сколько На... Подождите, это не может быть Это может быть, давай произнеси эту цифру 755 тысяч рублей, ну, на наши деньги Один ящик мандарин Это как так может быть? Это что за инвестиции? Во-первых, мне, вот знаете, всегда как-то немножко неприятно Когда ты осознаешь, что у кого-то есть столько денег на мандарины Ну, вот вроде бы... Может быть, человек уже к Новому году готовится Может быть, это наш эмигрант, который вот уже заранее Во-первых, во-вторых, почему? Во-первых, там они действительно дорого стоят Обычные мандарины стоят порядка 600 рублей за килограмм Там, в Японии... Ну, все равно дороговато Почему? Но вот 755 тысяч, потому что они идеальные Говорят, они прям тают во рту И кожица у них тонюсенькая И, в общем, они такие все У японцев? У мандарины? Я не проверяла японцев Ну, просто далеко от Абхазии Ну, ты представь, сколько от Абхазии до Японии вести эти мандарины Вот и накрутилась комиссия Такая сумма, друзья Этот человек просто хотел себя порадовать Потому что нужно самому себя радовать И он решил... Мне кажется, он и продавца порадовал, и всех порадовал В общем, друзья, витамины Не забываем про них, не забываем про мандарины И движемся дальше Переносимся из Японии В чуть более близкую нам Англию Просто ближайшая деревня, можно сказать Мужчина, значит, страдал одиночеством Из-за карантина он был один И завел себе двух друзей Двух гусей Ну, вот почему бы, собственно, и да Такая песня теперь Жили у британца Двое веселых гуся Один серый, другой серый, да, получается? Так видно? Их зовут Норберт и Бип-Бип Да, Бип-Бип Кто из них Бип-Бип непонятно В общем, постоянно следуют за хозяином Чтобы, собственно, не было сюрпризов Носят они подгузники В общем, друзья Все переносят одиночество По-разному По-разному, по-своему И, как бы, тут без находчивости Никак не обойтись Но в любом случае... Я бы хотела подружиться с гусями Мне кажется, это весело Ну, потому что я в детстве Лично боялся гусей Ну да, а представь, с ними дружить И ты просто гроза района У тебя есть боевые гуси У тебя есть боевые гуси Друзья, у каждого свои увлечения И не бойтесь находить для себя Что-то новое Наши замечательные эксперты Расскажут сейчас в рубрике Хороший совет Руководители студии по йоге Голоса о правильном дыхании И об интуитивном пении Давайте поскорее посмотрим И, может быть, даже подпевать будем Добрый день, дорогие телезрители Добрый день Сегодня мы вам расскажем О интуитивных инструментах И интуитивном пении Существуют такие инструменты На которых не нужно долго учиться играть Не нужно музыкальное образование И даже слух Например, такой, как калимба Это африканский народный инструмент Он выглядит, еще бывает Как будто в таких орехах Кокосах Вы могли видеть их на побережьях Это более профессиональный инструмент Это И ваджиханта Это инструмент Это класса глюкофонов Инструменты по собой похожи по звуку У них есть лепестки И каждый лепесток имеет свою тональность Свою ноту И в каком бы у нас тональности Не играла рука Всегда будет гармоничный и приятный звук Да, то есть какой бы лепесток Вы не нажали Все равно будет красиво Сейчас мы немного вам продемонстрируем Как это звучит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Такое волшебство То есть если вы давно хотели научиться на каком-то инструменте То почему бы не рассмотреть такой вариант Какая задача у интуитивного пения Услышать именно себя Именно свое сердце То есть не умом придумать какие-то мелодии Как в песнях В классическом понимании А именно свою душу Свою суть И выразить свои эмоции через голос Мы сейчас продемонстрируем Такое интуитивное пение На интуитивных инструментах Надеемся, что вам понравится Отлично А-а-а-а Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вид расслабления существует. Всем вам желаем это прочувствовать. Хорошего дня. Евгения, спасибо большое. Будем иметь в виду... Прям попеть захотелось. Очень, очень сильно, друзья. Ну а мы под аплодисменты зрителей нашей студии продолжаем нашу программу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как весь бодр, свеж светел. Как говорится, Паша? Стараюсь изо всех сил с самого утра. Но, друзья, многие из нас уже почувствовали на себе тогда весной, летом режим карантина, самоизоляции. Во многих странах он гораздо более жесткий. Да, он до сих пор сохраняется. Чем у нас, да. И во многих странах вновь введен, ну вот, например, в Чехии люди сидят по домам. Жесткий комендантский час. После девяти вечера запрещено выходить на улицы без уважительной причины. Но можно выгуливать своих домашних питомцев. Чем, собственно, и воспользовался один, собственно, житель Чехии. Но у него... Не было собаки. Собаки не было. Но у него была игрушечная собака плюшевая, с которой он и вышел на улицы, где был и остановлен сотрудниками правопорядка. Вы видите эти кадры на ваших... Вот она. Вот она, красотка. Ну как так? Как можно было додуматься? А что делать кошатникам? Ну, друзья, вот когда объявили, что можно только с собаками. Было очень обидно. Поэтому я его поддерживаю абсолютно всеми фибрами души. Конечно, понимаю, что он нарушает таким образом. Но посмотрите, какой он изобретательный человек. Это же очень здорово. Ой, друзья, ну, на что только не пойдешь, чтобы выйти из дома. Действительно, ну, обошлось без штрафов. Все-таки, видимо, доблестные полицейские чешские, они с пониманием отнеслись к этой всей ситуации. И мужчину предупредили и отпустили. Ну, а мы сегодня продолжаем праздновать День полиции. И совсем скоро здесь будет музыкальное поздравление. Не переключайтесь. Трудный путь нашей жизни суров. И в жару, и в морозные стужи, Продолжая заветы отцов, Мы закону российскому служим. Мы с далеких петровских времен Защищаем российский закон. Справедливость и твердость в делах Сохраняем в горячих сердцах В нашей службе серьезная роль. Это в будни рабочая соль, Часовые покоя страны. Мы закону и людям верны. Мы три века стоим, словно рать, На защите великой державы. Никому ни купить, ни сломать Нашей совести, чести и славы. Мы с далеких петровских времен Защищаем российский закон. Справедливость и твердость в делах Сохраняем в горячих сердцах В нашей службе серьезная роль. Это в будни рабочая соль, Часовые покоя страны. Мы закону и людям верны. Чтобы никто не ступил за черту, Мы щитом неподку на степуте, Сердце наше хранит доброту. Служим честно закону и людям. Мы с далеких петровских времен Защищаем российский закон. Справедливость и твердость в делах Сохраняем в горячих сердцах В нашей службе серьезная роль. Это в будни рабочая соль, Часовые покоя страны. Мы закону и людям верны. Друзья, еще раз поздравляем Всех причастных с Днем полиции И приветствуем в нашей студии... Анатолий Бородин, начальник культурного центра ГУМВД России по Краснодарскому краю, Подпоходник внутренней службы. Юрий Бачко, инспектор по особым поручениям культурного центра ГУМВД России по Краснодарскому краю, Майор внутренней службы. Иван Тернавский, старший инспектор по особым поручениям культурного центра ГУМВД России по Краснодарскому краю, Капитан внутренней службы. И Андрей Якимов, старший специалист культурного центра ГУМВД России по Краснодарскому краю, И капитан внутренней службы. Во-первых, огромное спасибо, что смогли выбраться к нам. Как на службе относятся к вашему творчеству, к тому, чем вы занимаетесь? Ну, вы же, когда нас представляли, вы уже сказали, что мы все работаем в культурном центре. То есть само название уже говорит о том, что вся наша служба, она связана с творчеством. И, естественно, мы занимаемся организацией досуга наших сотрудников, а также привлекаем их еще и к творчеству, потому что сотрудники разномастные у нас есть. Они пишут стихи, они пишут стихи, поют песни и очень-очень много чего делают, поэтому... Целая творческая кладезь. Перерывы от службы, скажем так, тяжелой, они еще занимаются творчеством. То есть проводятся еще какие-то конкурсы, помимо вокалов, еще и поэтические? Совершенно верно. Ежегодно мы проводим фестиваль, наш общий пост Кубань называется, на котором собираются где-то порядка 150 сотрудников кубанской полиции. И там они показывают все, на что они способны. Творческое сообщество настоящее. Да. Очень здорово. Ну а вот вы сами слушаете музыку какую? Скажите. Как бы так ответить, чтобы культурно... Хороший. И никого не обидеть. Ну, мы, наверное, сторонники разных жанров музыкальных, поэтому я, например, помню, когда мне мама подарила первую пластинку, когда я слушал, там, Льва Лещенко и так далее, они до сих пор запомнились мне, и я до сих пор с большим удовольствием слушаю. Ну, естественно, потом немножечко мировоззрение менялось, и мы переходили на более, может быть, тяжелую музыку какую-то, но все было в нашей жизни, я знаю, вот ребята тоже, может быть, поделятся своим. И исполняем, и любим абсолютно разную музыку, поскольку мы все люди творческие, и с творчеством вся наша жизнь связана, поэтому и до службы в органах внутренних дел мы, естественно, занимались творчеством, поэтому всегда задают вопрос, вот твоя любимая песня, я без понятия, они все у меня любимые, которые в нашем репертуаре находятся, в моем репертуаре, они все мои любимые песни. Да, мы еще, конечно же, сегодня услышим одну композицию, так просто наших гостей не отпустим. Расскажите, пожалуйста, как вы сами празднуете День полиции, как это проходит вообще? Ну, прежде всего, 10 ноября, это наша работа, поскольку мы культурный центр, поскольку мы организовываем все эти мероприятия торжественные, а потом уже, ну, как получится, у кого хватит сил, у кого хватит сил после, да, после больших концертов, да, ну, чаще всего, конечно, это дома, в домашних условиях, с семьями, наконец-то, это повод, как говорится, посидеть. Расскажите вообще секрет вашего бодрого утра, можно у вас спросить? Да, у нас утренняя передача, поделитесь. Любой творческий человек, он всегда должен хорошо выглядеть с утра, выпить чашечку кофе, и жизнь продолжается. Вот, этого можно поаплодировать, друзья. Что хотелось бы пожелать коллегам и вообще жителям Кубани вот в этот замечательный день, 10 ноября, ваш профессиональный праздник? Мы знаем, что сегодня все наши коллеги, все сотрудники, ветераны органов внутренних дел будут получать самые теплые поздравления с этим замечательным праздником. Мы хотим, конечно же, присоединиться ко всем поздравлениям, которые прозвучат. Пожелать самое главное – здоровья, это благополучия в семьях и верных, надежных друзей всегда рядом. Ну и всего только самого хорошего. С праздником! Надеемся, что все сбудется. С праздником, друзья! Поздравляем всех причастных! Огромнейший вам привет и поздравления от нас, теплые летят! Да, конечно же, друзья, оставайтесь вместе с нами, вместе с хорошим утром. Мы продолжаем наш праздничный эфир. Никуда не переключайтесь! Снова я обогнал. Всем привет, друзья! 10 ноября. Лена Лефирова, Павел Моисеенко, тебе слово. Так, а ну-ка. Доброе, доброе, добрейшее утро! Очень приятно, Паш, здесь с тобой начинать этот день. Ну как я люблю это утро, когда рядом стоишь ты, такой весь красивый, с иголочки одетый. А скоро выясним, почему. Я даже ей за это не заплатил. Замечательные слова. Друзья, всем хорошего настроения. И под ваши аплодисменты продолжаем нашу программу. Каково? Красота! Слушай, как ты это делаешь? Как Майкл Джексон. Даже лучше. Потрясающе! Красиво! И здесь еще. Ой, то ли дело ежи. Сразу вот так вот. Обожаю, когда Паша так ведет диалог. Всегда причем. Хотел рассказать вам про ежи, причем про британских. Есть британские ученые, есть британские ежи, про которых мы прямо сейчас расскажем. Все устают, всем нужен отдых, даже ежам. И там построили вот такой замечательный парк отдыха для ежей. Такие домики, дорожки. Вот, посмотрите, как это мило. Как трудно на маленьких лапках перебираться. А вот теперь все, смотрите, регулируется движение, все хорошо. Фонарики. Это смотри, еж-паркурщик, смотри, через забор. Опа! Паркур! Я не знаю, зачем это сделали, но действительно выглядит очень мило. Расскажу тебе, что в Британии ежи считаются вымирающим видом. А, я думал, как эти, как священные коровы в виду, нет? Да, да. Поэтому типа того. Поэтому для них создали вот такой вот оазис, скажем так, ежиный. И теперь они там и бегают, и резвятся, и выглядят дико счастливыми. То чувство, когда ежи живут лучше, чем ты, понимаешь? Друзья, давайте поаплодируем. Может быть, у нас когда-нибудь такое сделают. Может быть, действительно, потому это сделали в Британии, потому что, ну, погода уже такая промозглая. Да, тем более в Британии. Вот эта морозь, прохлада. А что? Скоро зима. Что будет в Краснодарском крае? Что будет в Краснодарском крае? Будет ли солнце? Как будет ежам житься у нас на природе под открытым небом? Расскажи нам, Саша! Расскажи нам, Саша, Каушин! Ну, ты прям... Макс и Джексон, и Саша Джексон. Так, а где ты? Здравствуй, ну, у тебя не лунная походка, как будто ты во что-то наступил. И пытаешься выделить. Да, самое главное, что у меня ежей с собой нету. Ну, понятно, понятно. Вот ты зря, вот ты зря. И так, вкратце, что с погодой? Чего нам ждать? С погодой все, как всегда, отлично. Зонты для солнца или для дождя нам нужно? Кстати, да. На самом деле, можем пока обойтись без всего. Без всего и без одежды. Без антов, без одежды, без всего. И без нас, у плазмы. Ты сам расскажешь, мы пойдем. Пожалуйста. Спасибо. Уходите, уходите. Да, друзья, еще раз всем привет. Действительно, ничего плохого нас в ближайшие дни не ожидает. А все почему? Потому что давайте сейчас прям посмотрим на снимок из космоса. Как вы видите, что ничего глобального, собственно, не изменилось за последние сутки, нежели всего лишь навсего за тем, чтобы понизились температуры на 1-2 градуса. Ну, это же не страшно, правильно, да, друзья? Вообще ерунда. Да. Хочу сразу заметить, что буквально вчера я общался со своими знакомыми где-то вот оттуда, вот из Сибири. Там, друзья, уже снег выпадает. Так что на Кубани-то пока все идет по плану. Друзья, циклонические массы, как мы видим, что над Кубанью пока не распространились. Почему вы смывеете? Да потому что какой план? Я просто не понимаю, по какому плану. Чей план? По твоему плану. Ты запланировал плюс 15. Все идет по плану. Друзья, да. Сейчас объясню. Давай. Ничего не понимают абсолютно. Друзья, на самом деле, хоть мы живем и на Кубани, но, как говорится, зиму никто не отменял, да, собственно, говорится. Вот идет все по плану, близится к зиме. Я сегодня буквально уже ехал на работу и слышал, как уже и реклама, и все вовсюду, уже все в зимних таких вот оттенках. Что я вообще стою рассказывать? Идеальный синоптик, никакой конкретики. Обожаю, понимаешь? Паша, если хочешь конкретики, получи ее. Зато никто тебе не позвонит и не скажет, где дождь. Ну все, честно. А я завтра могу рассказать, какие температурные показатели. Давайте посмотрим. По плазму, друзья, везде все стабильнее, кроме Майкопа. В Майкопе может быть осадки в виде дождя. А все почему? Лена, спросим тебя. Потому что это предложено. Ну все по плану же. Такое по плану, да. Лена неправильно, Паша молодец. Итак, друзья, как мы видим, температура действительно понизится на несколько градусов. Но опять же, друзья, посмотрите, Гилиджик плюс 13. Сочи плюс 15 градусов. Это просто тепло. Да, естественно. Кстати, можно даже искупаться, мне кажется, в море. Да, Паша, тебе почему-то, мне кажется. Только тебе. Мне нигде. Остальные, друзья, районы плюс 10, плюс 11. Все в этих пределах. Как всегда, Майкоп, я повторюсь, да, плюс 9. Ожидается небольшие осадки в виде дождя. Ну и самое главное, друзья, не забывайте, что в некоторых районах возможен туман. Будьте водители предельно аккуратны и осторожны. Что ожидает нас в краевой столице? Давайте посмотрим прямо сейчас. Покажите нам. Утром до 8 градусов тоже, собственно, не сильно-то и прохладно. Но лучше надеть какую-нибудь курточку. Днем до 11 градусов. Небольшая облачность. Вечером плюс 9. А вот здесь уже солнца может быть не быть. А все почему? Потому что вечер. Правильно, Паша. Вот. Он считает по глазам. Все по плану, главное. Все по плану. Ветер северо-западный, северо-восточный. Дальше я остановлюсь, потому что хочу акцентировать внимание на давление. Давление до 700... Паша, скажи. Это 300 титанов, счислительные. 700 титанов. 768, правильно? Правильно, молодец. Эээ, Паша. Что я хотел сказать? Давление немного повышенное, так что, друзья, Паша, не плачь, Лена. Смейся. Все хорошо, погода остается у нас хорошей на Кубани. Все, ура! Спасибо тебе большое. А вам спасибо за чай. И за числа. Которого нет. Да. И за склонение числительных. И числительные просто обожаю. Спасибо большое, Саша. Каждый раз, когда Саня доходит до числительных, все, вся студия буквально замирает. Ну! Ну! Я когда-нибудь это сделаю. Мы все на это надеемся. Саш, хотели с тобой поделиться новостью веселой, забавной? Нет, конечно же. Пока что нет. Не сегодня, и не здесь, и не с нами. Этот вопрос больше решать. Мэром города в штате Кентукки стал французский бульдог. Как тебе такое? Если бы был чай здесь, я бы сейчас... Ты попил воздух. Да. Это как все произошло? Рассказываем. Значит, за ПСА проголосовали 57% избирателей. Что очень много вообще-то. А избиратели это люди? Избиратели были люди. Это люди, да. И он набрал голосов 13 143. И это очень отличный результат, ведь в населенном пункте всего проживает 22 тысячи человек. Да. За этот пост также сражались Бигльджек и ретривер Поппи. Я не знаю, почему у них так вот происходит. Как ты думаешь? Мэром избирают вообще собаку. Почему так происходит? У меня есть рассказ, почему. В Кентукке. Как ты думаешь, почему? Ну, не знаю. Может быть, там, как и ежи, тоже священные какие-то животные, нет? Ну, посмотри, какой он милый. Он, правда, может быть священным животным, но все гораздо прозаичнее. А одежда у него будет какая-то? Да вон он в башеннике уже считает. Тебя смущает? Считай один. Дело в том, что таким образом пополняют казну. В общем, чтобы проголосовать за пёселя, нужно доллар-то вкинуть. А, неплатный выбор. Собачий, да. Не знаю, приживётся ли у нас такая практика. Мне кажется, нет, друзья. Надо попробовать. Надо попробовать. Вы оставайтесь вместе с нами. И совсем скоро в нашей студии появятся замечательные люди, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Маховни. Один. Коломбо. Один-один. Полицейский из Берли-Хиллс. Робокоп. Комиссар катания. Терминатор. Только если жидкий. Только если жидкий. Во что тут играете? Мы спорим, кто из нас знает больше известных полицейских. Так, Дугалис, Каменская, дядя Стёпа и Шерл Холмс. Который Кэмбербэтч? Нет, который Василий Ливанов. Ребят, вам по 15 суток. Ведение вместо меня прогноза погоды. На спящий город опускается туман, как говорится. Что там за окном? Поиграли с Сашей. Обожаю, что не бывает. Просто обожаю. Друзья, продолжаем отмечать замечательный праздник День полиции. Сегодня у нас в гостях победители проекта «Поступок». Вадим Аванесян, Юрий Селин, а также Александр Рунов. Друзья, встречаем громкими аплодисментами. Доброе утро. Так, помещаемся. Доброе утро. Как приятно в этот праздничный день вас у нас видеть. Спасибо, что нашли время. Это очень здорово. Я очень безопасно себя сейчас. Спокойно, да. Максимально. Да, друзья, итак, проект «Поступок». Да, проект «Поступок» прошел. Выбрали победителей. И ими стали инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Новокубанскому району. Капитан полиции Вадим Аванесян. Лейтенант полиции Юрий Селин. А также сегодня с нами Александр Рунов. Начальник пресс-службы ОМВД России по Краснодарскому краю. Да, друзья, давайте в самом начале посмотрим видео поздравления. Дело в том, что... Обязательно, да. Я сейчас обязательно расскажу. Прямо хочется сделать это здесь, около плазмы, потому что мы вас поздравляем от всей души. Но также при Краевом главном управлении полиции создан и давно уже работает общественный совет. Его представители участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых полицией. Оценивают деятельность сотрудников ОВД. В преддверии их профессионального праздника председатель общественного совета Владимир Лобанов обратился к полицейским с поздравительным словом. Поэтому прямо сейчас смотрим поздравления. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, товарищи. Канун праздника, дня работника органов внутренних дел Российской Федерации, мы сегодня подводим итоги конкурса поступок. Этот конкурс был основан общественным советом, совместно главным управлением Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю. И, в общем-то, суть этого конкурса – это, ну, скажем, отметить наиболее отличившихся сотрудников милиции, полиции, которые принимали участие в раскрытии резонансных преступлений, в каких-то просто добрых делах, которые были совершены во время службы или после службы. Сегодня мы чествуем двух победителей. Это два инспектора Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Новокубанск. Вы знаете, эти ребята во время дежурства, во время своей службы подъехала к ним машина, выскочила молодая женщина, которая сидела за рулем, и сказала сотрудникам ГИБДД, что у нее задыхается внук. Его укусила пчела. И ребенок фактически уже погибал от удушья, потому что у него была мощная аллергическая реакция. Вот эти два инспектора, ребята, пересадили этого мальчика, срочно отвезли его в городскую больницу Новокубанска. И с учетом того, что он был доставлен очень быстро, и ребенка удалось спасти. Вы знаете, это замечательное доброе дело. Они снесли свою службу, но не спасли жизнь ребенка. И вот с 2014 года мы проводим такой конкурс. Каждый год выявляем победителей. Причем я хотел бы отметить, что победители определяют жители Краснодарского края. На сайте Министерства внутренних дел нашего главного управления, общественного совета проводится интернет-голосование, и по итогам подводятся итоги конкурса. Поэтому я от души хотел бы поздравить сегодня победителей этого конкурса. Спасибо вам большое за вашу службу, за ваше доброе человеческое отношение, просто за вашу активную гражданскую позицию. Спасибо за то, что у нас есть такие сотрудники полиции, которые в любой момент придут любому человеку на помощь, связано это непосредственно с их службой или не связано. Поздравляем от всей души, присоединяемся к поздравлениям и продолжаем. Вопрос. Так все и было? Да. Да, так и было. Именно так. Как? Скажите, каково это, когда ты понимаешь в ситуации, что ты должен действовать без промедления, и нужно принимать какое-то решение? Ну, это, наверное, за время несения службы уже просто внутри уже, наверное, столько лет просто отдана. Это уже отработанная реакция. То есть ты всегда должен знать, что в любой ситуации может что-то из обыденной жизни, в любой момент может произойти какая-либо другая ситуация сложная. Ты должен незамедлительно принять меры, неотлагательно, для того, чтобы, грубо говоря, спасти чью-то жизнь, здоровье. Это получилось, и это потрясающе. Теперь человек живет, вырастет и будет хорошим, здоровым. Да. Александр, расскажите, а еще кто участвовал в этом конкурсе? Ведь не только представители, которых мы сейчас видим на нашем диване были. У нас традиционно проходит уже шестой год подряд наш общественный проект «Поступок». Конечно, за это время собралось много героев полицейских, которые, как говорилось, уже вне служебное время, принимали вот такие героические поступки, спасали людей. В этом году у нас набралось 26 сотрудников полиции, которые спасали людей с пожара, сопровождали детей в больницу. Есть, конечно, еще другие примеры поступков. И сегодня мы подвели итоги фактически. Огромное спасибо вашему каналу «Кубань-24», который выступил информационным партнером нашего проекта. И сами люди, сами жители Краснодарского края, Кубани, да и всей страны определили именно наших сегодняшних гостей. Это инспекторы ГИБДД из Новокубанского района. Посчитали, что их поступок, наверное, самый достойный. Это невозможно отрицать вообще. Просто, ну, уму непостижимо. Во-первых, профессия такая, которая каждый день связана со спасениями жизни. И вот... Я чайку попью. И вот среди этих поступков профессиональных, которые необходимо выполнять, еще и лучше выбираются. Вообще, изначально, в детстве, вы планировали пойти в эту службу? Или кем могли стать Вадим и Юрий? А, кстати, это да, интересно. Если бы не связала жизнь со службой. Мечта детства, можно сказать. Серьезно? Ну, это семейная, это династия или нет? Да нет. Нет, это не династия. Это просто, как бы так. А что повлияло? Может, увидели какой-то фильм или какой-то человек? Может быть, мультфильмы дяди Степа Постовой или что-то? Да, опять же, все это и повлияло. Всегда хотелось быть полицейским, в то время миллионционером. Да. Поэтому, как бы, мы здесь сейчас. Что-то решает. Как себя чувствуют вообще победители? Вот вы победили в этом проекте. Как вы себя ощущаете? Коллеги там что-то говорят. Ой, не, ну, поздравления, да, там, получаем. Но, опять же, а чувство тут, какое чувство? Это наша непосредственная обязанность, работа, служба. Поэтому... Ну, на нашем месте любого паспортного сотрудника. И это, знаете, так сразу спокойно, надежно и хорошо. Так себя чувствуешь, что ты под заботой находишься. Ну, то есть, ты представила, если бы тебя укусила пчела, ты бы ехала, задыхалась и... И, ну, первое, к кому я обращусь, конечно... Друзья, на самом деле, во-первых, не стесняйтесь. Во-вторых, ну, всякое может в жизни произойти. Если есть рядом сотрудники внутренних дел, то всегда можно обратиться. Как вы празднуете День полиции, ваш профессиональный праздник? В кругу семьи. Опять же, в кругу семьи празднуем. Опять же, поздравления от друзей, от коллег. Взаимные всегда они. Поэтому так и празднуем. А что самое важное в вашей профессии? Как вы считаете? Самое важное? Ну, самое важное, ну, честь, достоинство сотрудника полиции. В настоящее время это, наверное, самое важное. Александр, что бы вы пожелали нашим зрителям, зрителям канала Кубань-24, жителям хорошего утра, вот в этот замечательный профессиональный праздник? Конечно, только хорошего настроения, безопасности. Отдельно хотел бы поздравить наших дорогих ветеранов, сотрудников полиции, действующих. Всего пожелать здоровья, терпения и исполнения, наверное, всего задуманного. Спасибо вам большое. Мы присоединяемся к замечательным поздравлениям. Огромное вам спасибо за ваш труд, за вашу работу. И еще раз поздравляем всех сотрудников органов внутренних дел Краснодарского края и всей нашей страны. Друзья, как здорово, когда можно всегда положиться на замечательных таких сотрудников. Будем голосовать и в следующие годы, потому что конкурс этот не заканчивается. А вы оставайтесь вместе с хорошим утром, друзья, и с Кубань-24. Друзья, продолжаем отмечать замечательный праздник, День полиции и снова вместе с нами со своим музыкальным подарком для всех зрителей. Хорошего утра представители культурного центра Главного управления ВД России по Краснодарскому краю. Вокальный ансамбль «Ваше благородие». 0-2. Эти цифры мы знаем с самого детства. Встречаем и наслаждаемся песнями. Полицейский эфир разорвал тишину И зажегся в ночи проблесковый маяк. Просто служба 0-2 охраняет страну, Защищая ее в повседневных боях. На тревожной волне телефон не молчит С полицейской звездой от заката в рассвет. А под крителем сердце простое стучит, Окунаясь в волну человеческих бед. 0-2. Пусть меняется времени век. 0-2. Снова помощи ждет человек. 0-2. Неустанно хранит города Во все времена. 0-2. И патруль полицейских пути. 0-2. Это значит помочь и спасти. 0-2. Это значит отступит беда. 0-2. 0-2. 0-2. Полицейская жизнь неспокойно течет На переднем краю необъявленных войн. И не гаснет окно, где любимая ждет, Обнимая детей материнской рукой. Не уйдут с рубежей и не бросят постов, Кто однажды стоял перед вечным огнем. А сердца будут помнить погибших бойцов, Что страну охраняли и ночью, и днем. И ночью, и днем. 0-2. Пусть меняется времени век. 0-2. Снова помощи ждет человек. 0-2. Неустанно хранит города. Во все времена. Во все времена. 0-2. И патруль полицейских путей. 0-2. Это значит помочь и спасти. 0-2. Это значит отступит беда. 0-2. 0-2. 0-2. 0-2. Пусть меняется времени век. 0-2. 0-2. Снова помощь и ждет человек. 0-2. 0-2. Неустанно хранит города. Во все времена. Во все времена. 0-2. И патруль полицейских путей. 0-2. Это значит помочь и спасти. 0-2. Это значит отступит беда. 0-2. 0-2. 0-2. 0-2. 0-2. 0-2. 0-2. 0-2. Это значит отступит беда. 0-2. 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 100-2. Браво! Браво, друзья! Ансамбль Ваше Благородие! И, конечно же, друзья, мы желаем, чтобы реже приходилось вам набирать эти цифры, но если вдруг что-то произошло в вашей жизни, вы знаете, что 0-2, и вы знаете, что есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Еще раз поздравляем всех с Днем полиции, друзья. Еще раз аплодируем. Желаем вам успехов в вашем нелегком деле. Ну а вы оставайтесь вместе с нами через несколько мгновений. Мы продолжим. Ну а мы продолжаем, друзья, продолжаем радоваться этой жизни каждому ее дню. И, конечно же, не перестаем рассказывать вам всякие интересные интересности. Да, будем говорить о необычных людях, и не только. Для этого пройдем к нашему замечательному экрану под ваши аплодисменты. Бочком, да? Краб. Как краб. Кстати, крабы очень мило охотят боком. Кажется. Рекорды. Постоянно в мире ставятся какие-то рекорды. Есть, ну, более-менее внятные, а есть очень странные. Но ловкости этого японца, конечно, можно позавидовать. Взял человек два сырых яйца, и что он с ними сделал? Нет, он их не сварил, он на них запрыгнул. Запрыгнул. Опа, вы посмотрите. Вы скажите, что такого в этом? Может, они вареные? Может, они не настоящие? Нет, он их разбил. Как так? Что у него вместо ног там? Ватные какие-то штучки? Я не знаю. Непонятно, непонятно. Ну, посмотри, ну, как так? Еще раз. Сколько он весит? Опа. Ну, я не знаю. Ну, прям вот на Пасху надо вот такие яйца. Очень крепкие. Он будет звездой. Я надеюсь, что вы не будете повторять этого дома, если вы ребенок, просто будете переводить продукты. Да, сверхъестественные способности бывают не только среди людей, но еще и среди животных. Мы узнали... Про Пасху начал говорить, и практически святой лось встретился. Кому? Жительнице, по-моему, США. Не вот этот, а другой, который бежал по воде. Женщина, значит, ехала, плыла на лодке и увидела, как через реку начал пробежать. Бежит лось. Ну, посмотрите. Просто бежит по воде. Так красиво, благородно. Ох, как красота какая. Ну, а все гораздо прозаичнее. Там просто мелководье. Просто. Ну, а если вдруг вы не хотите промочить свои ноги, то для вас следующий совет от Романа Труш. Друзья, доброе утро. А сегодня мы поговорим о том, если у вас промокли ноги, и что с этим делать. Ребят, запомните, если вы двигаетесь, пока вы двигаетесь, с вашими ногами ничего не случится. Вы не перемерзнете, вы не заболеете. То есть, пока вы в движении, даже если у вас будет хлюпать там водичка, пока вы идете, вы никогда не переохладитесь. Но как только вы остановились, очень важно быстро переменять меры. Что нужно делать? Просто с ним... Во-первых, вы разводите костер. Это обязательно начинайте с этого. Вы снимаете обувь. Растираете ножки. Обязательно. То есть, сняли носки, сняли ботинки. Прям ручками, ручками взяли, растерли, начиная с пяток до пальцев. Прям хорошенечко уделите этому вниманию. Прям минут пять на одну ногу. Хорошенечко, хорошенечко растираете. В момент, пока вы себе растираете ноги, обязательно обувь уже должна сохнуть. То есть, вы как минимум должны поставить ботинки возле костра. И еще такой классный лайфхак, как быстро высушить носки. Одеваете носок на руку, растопыриваете ручки, пальчики вот так на руке. И просто вот таким образом над костром стоите. То есть, вы сами греетесь, вы можете крутиться, обогревать себя. И, соответственно, таким вот образом вы высушиваете себе носки. Друзья, пользуйтесь этими лайфхаками. Спасает жизнь не теория, спасает жизнь опыт и практика. Роман, огромное спасибо. Просто и понятно. И носки сухие, и руки в тепле, и все в тепле, и все хорошо. А сегодня, между прочим, друзья, вы знаете, что есть праздник не менее важный для всех нас. Сегодня день рождения. Отмечает Паша Майклэнка! С Днем Рождения! У-ху-ху! С Днем Рождения! С Днем Рождения! С Днем Рождения! Спасибо большое, друзья! С Днем Рождения на работе, это всегда очень приятно. Неожиданно. Меня не предупредили. Все, ладно. Напугай. Пошел праздновать и передаю слово нашим юным коллегам. Шустрое утро! Смотрим! С Днем Рождения! Ты пловочишь? Я... нет, я... Пашка, Пашка. Я спать. С Днем Рождения на работе, это время, когда я и мой друг великий подтверждатор Открываем вам секрет самых знаменитых и интересных личностей нашей истории. Да, это так. Время отправляться в космос! Юрий Гагарин! Первый человек в мировой истории, совершивший полет в космическое пространство. Еще в ремесленном училище, своей первой школе, Гагарин получил нагрудный знак ГТО. Стометровку пробежал за 12,4 секунды. Он сказал, что спорт дает силу, энергию, выносливость. Да, это так. Во время учебы произошло первое знакомство Юрия с небом. Юрий Гагарин совершил свои несколько полетов уже в 21 год. Учился Гагарин хорошо, но никак не мог освоить грамотную посадку. Самолет все время клевал носом. Было принято решение об отчислении. Да, это так. Гагарин плакал, говорил, что не может жить без неба. А в последний момент начальник училища обратил внимание на маленький рост парня. Он предположил, что из-за этого меняется угол обзора и снижается чувство земли. Да, это так. Гагарину подложили на кресло толстую подкладку, после чего он справился с заданием на отлично. Когда Юрия Гагарина взяли в отряд космонавтов, он был старшим лейтенантом и налетал около 265 часов. Да, это так. После такой истории можно посмотреть нашу рубрику «Шустрые таланты». Сегодня у нас в гостях Анастасия Югай. Настя, привет. Здравствуйте. Как дела, как настроение? Отлично. Отлично? Да. Скажи, что ты сегодня нам покажешь? Я вам сегодня покажу, как я умею зажигать. Опа, вот это заявка. Хорошо, проверим, проверим. Ты будешь петь песню. Да. Зажигательную. Очень. Не русскую? Не русскую. Угу. Хорошо, готовишься к Евровидению? Да. Хочешь поехать на Евровидение? Очень, очень хочу. Я буду... А я не смогу за тебя голосовать. А как-то. А я из России. Вот так. Скажи, если бы ты отправилась в какое-нибудь путешествие, что бы это была за страна и почему? Это была бы или Корея, или Франция. Во-первых, потому что я очень люблю Францию, а во-вторых, у меня род из Кореи, я очень мечтаю там побывать. А вот теперь тоже такой интересный вопрос. А южная или северная Корея? Южная. Почему не северная? Ну, потому что, не знаю, север, там холодно, а я люблю, чтобы теплее было. А, и правильно. Правильно. Поэтому нужно ехать обязательно в Южную Корею. А во Франции какие места бы посетила? Или города, допустим? Наверняка? Париж. Париж. Да. Я знал, я знал. Первая фотография твоя, где бы была? Возле Эйфлевой башни. Я тоже знал, как я предугадываю твои ответы. Анастасия Югай с песней «History Repaiting». Анастасия Югай с песней «History Repaiting» 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 Продолжение следует...